Премия Ясная Поляна Произведения лауреатов, которые здесь и будут представлены Вообще, надо сказать, что наша премия в смысле таких мероприятий является, наверное, на сегодняшний день передовой Потому что мы не ограничиваемся церемониями объявления коротких списков и длинных списков У нас проходит множество разнообразных мероприятий Были беседы между лауреатами премии, серьезный разговор У нас есть пресс-конференции специальные Мы даем рекомендательные списки литературы Мы встречаемся с читателями Разумеется, у нас есть и такие, что называется, программы нашего премиального цикла Но эта программа особенная, потому что наша премия вступает в такое естественное сотрудничество Как мне кажется, между писателем, между литературой и театром Потому что нет ничего ближе, нет более близких искусств, чем литература и театр И сегодня по выбору самого театра Электротеатра имени Станиславского Будут актерские чтения Произведений двух наших лауреатов И, надо сказать, непростых лауреатов Это роман Белка Анатолия Андреевича Кима Он непростой лауреат, почему? Потому что он стоял у истоков основания премии Ясная Поляна И был первым председателем жюри этой премии Потом он из премии вышел Получил премию за свой роман Белка Который, безусловно, является достоянием русской литературы, классикой И в номинации, в которую мы уже теперь не вручаем Потому что всех классиков, как мы считаем Которых мы могли наградить на сегодняшний момент, мы наградили Так вот, Анатолий Андреевич был одним из первых Награжденных в этой номинации Номинации живой классики И второй лауреат Это не менее известный писатель С очень своеобразной художественной системой Тимур Зульфикаров Писатель, который уже в нашей литературе Так же, как Анатолий Андреевич Ким Находится долгие годы Пережил разные эпохи И вот удивительная способность Оставаться актуальным, востребованным писателем Так же, как и Анатолий Ким Сохранилась у Зульфикарова Которого я еще читал Будучи студентом первых курсов университета Соответственно, во времена, в советскую эпоху И который сегодня читается так же современно Потому что его литература наполнена Ну, какой-то особой такой Я бы сказал, глубокой И в то же время искрометной мудростью Вот такое оксюморонное определение Но это стиль Зульфикарова Это мощная энергетика И я всегда любил его произведения Ну, и так Мы сейчас еще Послушаем, что нам скажет Директор театра А потом будем слушать уже непосредственно Произведения наших лауреатов Лауреатов премии «Ясная поляна» В номинации «Современная классика» Добрый вечер, друзья Мы очень рады, наш театр Приветствовать премию «Ясная поляна» В наших стенах В нашем открытом пространстве При поддержке компании Samsung Это такой наш первый опыт Новый формат Который мы будем совместно с вами сегодня осваивать Формат баттла Мне очень радостно и здорово Что с удовольствием откликнулись Наши ведущие актрисы театра Елена Морозова и Татьяна Бондарева На участие в этом Их в основном это был выбор авторов Для этого баттла И также с интересом С надеждой, что это будет долгосрочное Наше сотрудничество С «Ясной поляны» Мы сегодня открываем первое мероприятие Итак, баттл Здравствуйте 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 Держи, пожалуйста Спасибо А, ты уже все? Ну да Мужчина, можете в мешочки вот эти? Подожди, подожди Ой, извини Ничего, ничего Я уже наследила Давай так я пою Спасибо И тряпочки тебе тоже Все-таки так Или так? Ну сейчас Как лучше А вы можете присесть Как вам там? Удобно? Попрыгайте так Хорошо? Нет? Не получается? Это твой будет Это мой тогда Ну ладно, хорошо Нормально? Ну да Хорошо Ну так тогда Мы же на текстах Мы же не просто Так, подожди Так все-таки? Нет, давай все-таки так его развернем А эти мешки поставим Как лучше вам? Как вам лучше, да Или может вот так? Нет, давай как нам лучше все-таки сделаем Давай как нам? Давай делаем Как лучше нам А нам лучше, я думаю, вот так вот развернем Ну давай Хорошо Так, да Ты Мне получше мешочек тебе похуже Отлично Если вам захочется полежать Вы присоединяйтесь Здесь очень хорошо Улыбаются Так, хорошо А это мы сразу Или это потом? Пусть держат Вам ничего? Нормально? Хорошо Так Окей Можете поставить Да, можете поставить Только Можете попить даже Если захотите Мне, хвостатому зверьку Нечаянно забежавшему На бетонные панели Одного из самых крупных городов мира Пришлось испытать много дивного Ужасного Удивительного И мое свидетельство жизни Изложенное просто Правдиво И подробно Могло быть весьма даже занятным И поучительным Моим духовным порывом Повелевает отнюдь не мелкая тщеславие Поведать всему свету о своих приключениях Нет Но я не могу молкнуть навсегда С подобающим мне смирением Потому что есть в природе Такое неумирающее явление Как чувство неисполненного долга Хаджена Средин Нет Говорят, что кони апокалипсиса Вечно рыдают Вечно пляшут Он сказал да Да-да 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 В огненных зрачках этих коней И уже допреж До срока Заранее горят Будущие дома И все города греха А их множество И один из первых Москва-блудница Да-да Да-да Москва-блудница Ай И кони вечно рыдают Вечно пляшут Чтоб смирить В зрачках Утопить Утолить Слезой На миг Этот адов Жгучий огонь От которого слепнут И маются они Вот они Вечно пляшущие Кони апокалипсиса В последние времена Будет много пожаров И дождей Это кони апокалипсиса Рыдают Над грешной землей моей Над Азией Многоплодовой Многогорбой Верблюдицей моей Над Русью Медведицей Сонной Беззащитной Безвинной моей И кони не могут погасить Усмирить В кипящих Страждущих зрачках Своих огни Те Сколько же опасности Нависает над человеческим талантом Стоит только ему появиться на свет Вот взять тоску и безразличие Идущее от раннего познания Двусмысленности Законов нашего бытия Родившись в душе Дьявол сомнения уже не уйдет А будет лишь расти и укрепляться Подтачиваемый изнутри Этими сомнениями Способный человек Потеряет Всякое желание Шевелиться А тут еще Окажется рядом Этакая бойкая Требовательная Лилиана Борисовна А Кутину Было бы Так больно И тяжело Допускать Кого-нибудь К миру своих грез Приближающих К нему Загробное Существование Матери По своему юному Возрасту Он и думать О серьезном Не мог Только грустить И в силу Своего Скрытного характера Лелеять Свою едкую грусть В молчании Одиночестве Да Да Но рядом Некая тетка Трещит И трещит О выдающихся Способностях Дервиш Да Почему Современники Твои Не знают Откровений И притч Твоих Не знаю Дервиш Улыбнулся Потому что Я цепко Держу В руках Моих Книги Мои Но Вот ослабеют Дряхлые Дрожащие руки Мои Выпустят Книги И ветер Понесет их По дорогам И селениям Как носит он Цыган И сирот Как носит он Кочевые семена Диких трав И цветов Ветер славы Веет Над саваном Кафаном И еще Дервиш Сказал Если будешь Долго-долго Задрав голову Глядеть на туманных Высоких Перелетных птиц То устанешь Или не дай Аллах Сломаешь Шейные позвонки Лучше Многошумные Чинары И хладные И хладные Кучки Не мешайте Не мешайте Ветер Зачем Бараньи Бараньи Овцы Овцы Что ждёт тебя, овца или баран? Послушайте лучше, о чём рассказывают мне сотни таинственных голосов, исходящих из невидимых складок и потаённых уголков бесконечного времени. Жил был на свете некто Шуран. Неплохой художник-монументалист. 35 лет от рода он женился на красивейшей женщине. Но она росточком была чуть больше авторучки, так что даже не смогла самостоятельно выбраться из большой глиняной кружки, куда её сажал Шуран, рассердившись за что-нибудь на жену. Он её нашёл глубокой осенью на веранде своей дачи, куда были выставлены горшки с коренями и клубнями редких цветов, разведением которых увлекался художник. На краю одного из горшков сидела, свесив крохотные ножки, обнажённая женщина совершенной красоты. А на даче было уже довольно студиона, стояло в октябре месяц. И Шуран пришёл в ужас. Подумал, что нежной незнакомке пришлось ночевать на таком холоду, или холоду, 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 на таком холоду, на таком холоду, да, на таком холоду, не имея чем укрыться. Осталось для всех тайное, откуда же появилась прекрасная дама, кто она такая. А мы все, его приятели, вскоре узнали, что Шуран женился, то есть по всем правилам зарегистрировал брак. Однако с женой почти нигде не появлялся, но не потому, что стеснялся её экзотических размеров, а единственная застроптива характера супруги, которая, хотя и невелика была росточком, зато отличалась скандальным нравом, держа мужа под башмаком и постоянно безжалостно высмеивала его перед другими чужими людьми, чего только не приходилось слышать по поводу их странного брака. Но сам Шуран, мужчина гигантского роста и сложения, владелец отличной дачи на берегу Волги, да, да, и мощного катера, Павел Шуран, выглядел не хуже, чем всегда. А по некоторым признакам, скажем, по его потеплевшим, а раньше постоянно жёстким, насмешливым глазам, да по мягкой, необычной для него улыбке, можно было предположить, что он вполне счастлив. Да, крошечная жена его, которую он носил, в кармане, отправляясь с нею на прогулку или по магазинам, порой даже за что-нибудь, осердясь на супруга, хлестала его по щекам и дёргала за бороду, для чего принуждала бедного Шурана осторожно поднимать её на ладони до уровня своего лица. И вот, ругаясь, как обозлённая цыганка на базаре, пошатываясь, чтобы удержать равновесие, миниатюрная красавица отделывала гиганта, а он только глупо и восторженно улыбался, осторожно поворачивал голову, подставляя то одну щёку, то другую, то одну, то другую, и старался не дышать, чтобы нечаянно не сдуть её на пол. Это больно, всё не надо, ничего включать, я уже со светом разобралась, скажи, не психи, но я думаю, всё хорошо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Но однажды Дервиш Хаджа Зульфикар всё же настиг великого бродягу Хаджуна Средина Басова и спросил его, «О, мудрец, ты знаешь все тайны бытия и смерти, да, но как родилась обувь? Как родилась женская, соблазнительная, бесовская, похотливая, змеинная, похожую на голову кобры туфля?» Так, да, Хаджан Средин улыбнулся и сказал, «В народе говорят, что чайник и пиала – это жених и невеста. Вот ты…» Выпей. В народе говорят, что чайник и пиала – это жених и невеста. Вот ты наклонил чайник с душистым самаркандским зелёным чаем, и чай блаженно перекочевал в пиалу, и это называется свадьбой жениха и невесты. А что такое женская извилистая и хищная туфля? Это союз, это сладкая связь каблука и стреловидного носка, и каблук – это зеп, фалос, мужа. А, змеиный узкий носок – это устья, это лона, это элькэс жены. И тут вечная погоня фалоса мужа за лоном жены. И чем уже носок, тем выше, дольше каблук. А может, тут и вся загадка земного бытия? А? И ещё мудрец тихо шепнул. Говорят, что Адам, наш первоотец, соблазнил Еву первомать только тогда, когда она встала на каблуки, как на два вздыбленных фалоса зеба, и те первокаблуки были так высоки и тонки, что Ева не могла удержаться на них, и закачалась, замаялась, и оттого стала бешено, желанной, и рухнула переспела в объятья Адама с той поры. Так любят грешные блудные мужи высокие, шаткие, змеиные каблуки. Да, да, эхо, да. Так что обувь родилась не для хождения, а для соблазнения. Но я многогрешный, многобосой, возлюбил пыльных, нагих и босых, как пылевые ромашки стыдливых жёный дев. О, пока мой каблук не обрушился, не паник подо мной. Это в доме Леонида Харитоновича я оставила за шкафом. Невидимый из той комнаты, где вы переодевались. И было вам тогда 16 лет, как и мне. А теперь нам обоим за 30. И всё равно до сих пор ясен, как сиюминутный сон, тот миг, который как будто бы всё ещё продолжается. Я теперь знаю тлен любовной ласки и печальную читу лакомой женской плоти, которая почти на глазах превращается из розы в старый чулок. Но всё это постылое знание до жажды смерти не могут погасить в глазах моих светояркой минуты. Я вижу ваши 16-летние нежные плечи и больше ничего, ничего. И пройдёт много времени, прежде чем я однажды определю, что моё юношеское впечатление могло быть точно выражено известными словами Пушкина. Я помню чудное мгновение. Я помню чудное мгновение. Я помню это мгновение. Я подыхаю, дорогая. Ибо прожитая без вас жизнь становится для меня уже непосильным мешком мусора, который я зачем-то тащу на спине, согнувшись в три погибели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Однажды Хаджа Насреддин и Хаджа Зульфикар Сидели в Арзопской чайхане у реки. В реке купались, плескались, плескались атласные шёлковые полуногие, а иногда вдруг и ослепительно-упоительно ногие. Ярые девы спелотелые, алчно-грудые, алчно-губые, алчно-ногие. Одна живо-атласная спела-спела-спела ледвяйная Вышла из изумрудной реки и лоснящаяся легла на песок дремучий Близ двух мудрецов, жародышащая, И легла-возлегла затаённо. И таджили-кубра-сухра-вардия. Было ей изумрудное, жаркое, задыхающееся, переливчатое имя её, Козьи, безвинные, бездонные ногие. Наглые изумруды глаз её глядели лакомо доверчиво преданно На старцев переспелых от воспоминаний тогда. Хаджа Зульфикар, найдя перстами, а он никогда и не терял его, В необъятных сосанитских льющихся шароварах свой зеп Делал женолюб свой недреманный, чуткий, Как стражник-пограничник необъятной русской империи. Забылся, затуманился, сладостно соединяя тайный зеп свой В шароварах и деву кубру спелую в бредовом горячичном песке, Песке её, 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 песке, её, её. И погружая журчащий зеп свой в коралловые уста, Затем в литые окатуши барханы бархатных ягодиц, А затем в эль-кессия, в эль-ферчия. И вот уже вся на Таджилле ногая вошла, Затерялась в необъятных сосанитских древних шароварах его, Ибо созданы эти шаровары для двоих. И давным-давно в таких шароварах Ходили, бродили, царили, витали древние персидские цари. И Дервишу хладно, и необъятно было в них одному, Одиноко было в них ему, как в савани кафа не усопшему, А он живой, ярый. Еще, еще, еще был, 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 Дремал, витал, завлекал, совлекал деву-кубру в шаровары свои, И только древние имена. И древние шаровары остались на земле От сгинувших царей-владык, И в них раздольно шершава-шала, Истекала о нее едино-мгновенно, А она хотела бездонно, безвременно. Тогда Дервиш сказал, Ходжан и Среддин, Это кочевая речная нога, Это джили-кубра-сухра-вардия, И вовая плесунья, Таджичка-кобылица шелковая кочует. И сейчас после меня она перекочует, Как святая блоха-лаха, В твои сасанитские шаровары, Ибо тебе хладно одному В таких раздольных шароварах Возлюбленный друг-мудрец. Ходжана Среддин, Шаровары раствори, отвори, Впусти, змею, таджили-кубру, И она продолжит пляску, Извилистую, сладостную, Дрожащую древнюю, Вместе с тобой В хладных шароварах твоих. Их, 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 ой. Знаешь, как взбивают сметану из молока, А я уже утомился от нее, Я уже насытился ею. А я уже сметана, ай-я-я-я. Тогда Ходжана Среддин улыбнулся и сказал, Мой родной брат Ходжа Зульфикар, Ледяной ветер неожиданно пошел От весенней реки, Это растаяли зидинские ледники, И хладно стало ногой Таджили-кубре в реке и в песке. Она пришла в мои шаровары, Прежде чем прийти в твои, И она уже сотворила, Взбила сметану, Кай-мак из моего молока, Ведь я же ближе лежишь, Сижу к реке, В чей хане я моложе тебя, Дервиш. У тебя нет ни одного зуба, А у меня есть один. Я моложе тебя на один зуб. И Таджили-кубра на гае Вначале пришла ко мне, А потом к тебе. Тогда Дервиш улыбнулся и сказал, О, великий острослов Ходжана Средин, Разве любовь зависит от зуба, А не от зеба? Тогда она Средин сказал, А у тебя их два? А почему? Почему у человека два глаза, Две руки, две ноги, два уха, Два яйца и один только зеб? Тогда Дервиш вздохнул и сказал, Говорят, что в древние блаженные времена Мужи имели по два зеба. Один для любви, Для жемчужной горячей струи, Другой для мочи, Для янтарной струи, Для низкой телесной нужды. Средин быстро сказал, Вот мы с тобой и есть Два говорящих зеба в поле. А кто наш хозяин? Я для любви, А ты для мочи. И потому Таджили раньше пришла ко мне. Но Дервиш сказал, Как печально, Когда один зеб служит И небесной святой любви, И земной моче нужде. Ах, если бы Господь вернул мне Вновь два зеба, Давние утраченные мои, Ведь в молодости, И зрелости, И старости, И старости моей, Мой зеб едва успевал Служить не для нужды, А только для любви. Но Средин сказал, Но если бы Господь дал тебе В молодости два зеба, Ты бы вообще забыл о моче, О нужде, И разорвался бы от мочи, Ибо оба твоих зеба Служили бы только любви, И семя избыточная, Веселая, бешеная, Не дало бы бедной моче. Дервиш сказал, Говорят, что в аду Грешным старцам дают три зеба, И ввергают его В стадо алчущих ноги К спелотелых дев и жен, И девы ноги Бездонно-медово манят, А три тщетных опалых зеба Лишь три струи янтаря, Они жемчуга родят. Ай-ах, ай, Насредин мой вечный Возлюбленный брат, Ты прав, В твои шаровары щедрые Вошла нога я таджили, И ликует, И льется там, А я лишь чихонек Ротко пью чай. Но меня ждет Трехзебовый ад, А тебя беззебовый рай, Из стада вожделенных Ногих дев и жен, Ай-ах-ах-ах-а, А я свой ад За твой рай не отдам. И возмечтавшие Великие старцы Пили в Арзопской Веющей вешней Чейхане Свой зеленый чай, 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 А ногая Дремливая Таджили-кубра Лежала В сладчайших Недоступных Песках Вдали, Вдали От веющих, Вожделеющих Старческих Уж святых. Шаравар 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 Ай-аха, Сколько бы мудростей Не дал человеку Аллах, А ему все Одиноко, Все пустынно, Все хладно, Как в необъятных Сосанитских Шароварах Без тебя Ногая атласная, сладкокожая Песчаная Агама-дева Таджили Кубра При жизни я любил вас Но ничего или почти ничего не сделал для своей любви Я должен был сделать все возможное и невозможное И вот меня не стало Я освободил то место в пределах земного воздуха, которое занимал И что же? Что? Дождливая ночь в городе Какая-то мокрая стена Отштукатуренная под шубу Свет фонаря Падая косо золотит ее Вдруг промелькнет на ней черная тень хвостатого зверя Это я бегу по мокрой улице Вечной своей неутоленности Стена, вдоль которой я пробегаю, кончается И за углом дома я сталкиваюсь с человеком Который испуганно отпрыгивает в сторону Поправляя на носу очки Что такое в нем меня останавливает Не давая промчаться дальше Я внимательно приглядываюсь к нему И замираю в великом удивлении Передо мной стоит мой двойник Только одежда на нем другая И очки не такие, как и обычно я ношу Что же происходит? Бормочу я себе под нос Или в этом городе я сошел с ума И у меня уже начались галлюцинации Ничего подобного, отвечает двойник И точно моим голосом По физическим законам, которые тебе известны Ты и не должен видеть меня Ведь я тот, кем ты станешь через много лет А как же ты, говорю? Вы-то как можете видеть меня? Ну, прошлое нам доступнее, чем будущее Усмехаясь, отвечает он И все же сомневаюсь я Возможно ли подобное раздвоение? И в чем смысл нашей встречи? Никакого раздвоения Приятель был ответ Я что-то вроде твоего плоского отражения В зеркале времени А смысл нашей встречи в том Что я твоя будущая тоска Которая родится из той самой Что в эту минуту грызет тебя изнутри Ты ведь сейчас бежишь Ты ведь сейчас бежишь в свое училище на вечер Не правда ли? А? Веселиться, танцевать? Разумеется Ну так не будет тебе веселья В душе на самом дне Лежит у тебя комочек яду Он отравит всю твою будущую жизнь Что же это за яд, спрашиваю я Звериный страх, ответили мне Вот как он называется Ты и так и не осмелишься Стать человеком Мне совсем не нравится такое будущее Отвечаю я Стараюсь не выдавать свои досады Мне не хотелось бы знать О таком будущем И все же смотри Вот оно В стране, как и в одинокой забытой кибитке Дервиша царили голод, болезни и нищета А если учителя покидают ученики и возлюбленные друзья То значит, что и сам учитель скоро покинет себя Покинет свое алчущее, постылое тело Да, да, у Дервиша в кибитке остался только чайник с зеленым чаем, да кусок самаркандской лепешки с кунжутом Был весенний вечер Тут накормит меня дряхлого голодного Дервиш А, Дервиш, а почему ты до глубокой старости пьешь пагубное вино? Дервиш улыбается пустынным ртом Потому что у меня нет зубов для еды А для вина зубы не нужны Дервиш открыл дверь с надеждой Но там стояла нищая ветхая старуха В цыганских, кашмирских истлелых одеждах И она была босая, ноги на хладной земле Старуха сказала, Дервиш, такая на земле лютая зима Такие лютые снега для босых моих кочевых ног Дервиш сказал удивленно, какая зима, какие снега На дворе весна у реки расцвел миндаль, даль, даль Но тут Дервиш потрясенно увидел, что на старухе лежит свежий снег А в открытую дверь веет глухая, густая метель, метель, метель Тогда Дервиш закрыл снежную дверь, а потом напоил Дрожащую пахучую старуху горячим зеленым чаем Дал ей кусок самаркандской лепешки Старуха согрелась, забылась, затуманилась Дервиш, слава твоей щедрости Идет по всему нищему Таджикистану И доходит даже до сытого святого Ирана Тут вновь кто-то постучал В заснеженную дверь Дервиш с утлой надеждой отворил Ледяную дверь, и там стояла нищая старуха Похожая на первую, такая же люто-босая, дряхлая, в избитых одеждах Она сказала Дервиш, хаджа зульфикарра Такая гнилая осень на земле, такие дожди, такие листопады Накорми, напои, обогрей меня Дервиш сказал, потрясенно, какая осень, какие дожди и листопады Только что плыл весенний миндальный вечер Только что зимняя метель Да нежданно вошла в мою кибитку И вот уже осень, откуда, но тут Дервиш увидел, что старуха была осыпана Щедрыми золотыми палыми листьями И в открытую дверь кибитки несло бесконечным осенним дождем И палыми летящими листьями Тогда Дервиш закрыл Мокрую осеннюю дождливую сонную дверь Напоил старуху зеленым чаем Дал ей кусок лепешки И когда вновь в дверь кто-то постучал Дервиш безнадежно сказал, старуха, гости родная, заходи Для тебя осталось последнее пиало чаю Последний кусок лепешки, больше ничего нет у меня Тогда вошла третья нищая старуха И сказала Дервишу, какое безумное лето, какая жара Гляди, мои босые ноги, каменистые губы Стали, как аральский солончак Я знаю, что у тебя осталось еще лепешка И чай, чай, дай, 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 чай, дай, дай, дай И тебе даст Аллаха, я уже вижу дерево тальх В раю, под которым ты будешь сидеть С возлюбленными друзьями твоими А в открытую дверь кибитки понесло Таким иссушающим зноем и песком Всех самумов, всех пустынь, что Дервиш молодонога Бросился к двери и закрыл ее Сказал, раньше ко мне ходили за мудростью и песнями А теперь за чаем и хлебом Ох, последние времена Это когда только нищий помогает нищему Жаль, что у меня нет еще одной лепешки и чая в Атубе Все старухи собрались тут А старуха выпила чай и съела последний кусок лепешки И зашептала бредово, увидев старуху О, мои родные сестры, как давно мы не виделись И вот сошлись кибитки этого мудреца Хаджи Зульфикара А кому в голодной стране нужна мудрость? И сладкие песни Ведь песни урчания голодного живота превосходят Все райские песни земли, да Дервиш сказал О, мои возлюбленные сестры, как давно мы не виделись И вот сошлись кибитки этого мудреца Хаджи Зульфикара А кому в голодной стране нужна мудрость? Кому? И сладкие песни Ведь песнь не заглушит Но старухи не покидали кибитки Дервиша А сели втроем у окна и стали молча и огнанно глядеть в окно Где опять была весна и опять у реки Встал цветущий миндальный куст Дервиш сказал Кого вы так преданно ждете? Кого? Тогда одна из старух сказала Мы ждем четвертую родную сестру нашу Мы договорились встретиться с ней в радушной Гостеприимной хлебной кибитке твоей, Дервиш Но вот мы пришли, а она медлит Тогда Дервиш спросил Кто она? Как имя ее? Старуха сказала ее имя смерть Она старшая сестра наша Дервиш улыбнулся А вы кто? Одна старуха сказала Я старость Другая шепнула Я нищета Третья пробормотала Я болезнь мудрец И что ж Ты не узнал нас? И тут кто-то тихо постучал в дверь Дервиш уже знал Кто? Спешит в ее кибитку И покорно открыл дверь Там стояла самая древняя на земле старуха Старуха всех старух Ровесница сестра Адама и Евы И на голове у нее плескался гиацинтовый обильный платок Знай райских дев Но от многих скитаний гиацинт полинял Обветшал Но в дрожащих руках у старухи Был горящий котел-казан С хисарским, рассыпчатым, жемчужным, родимым пловом И тогда Дервиш бросился к старухе И зашептал О, почтенная, долгожданная моя гостья Как ты держишь в живых руках этот горящий казан Дай, я оболью ледяной родниковой водой Твои бедные добрые руки у их Но старуха сказала Из-под райского первоплотка Дервиш, я пришла за тобой И за моими тремя сестрами-вестницами Но ты такой щедрый Но ты отдал последнюю лепешку И последний чай моим сестрам И на твою великую щедрость Я отвечаю Малой щедростью я принесла тебе Твой любимый гисарский плов С горохом Дервиш, я пришла за тобой А забираю с собой своих веселых сестер А тебя оставляю Наедине с пловом Мудрец Это тот, кто отдает Последнюю лепешку И последний чай И таких мудрецов Так трудно с собой мне забрать Ай, Аллах Повелитель мой Ай Если бы все человеки на земле Были бы такими мудрецами Я бы навек померла Тогда Дервиш закричал Подождите Нечаянные родные гости мои Я же не буду один одинок Есть этот сладчайший плов Давайте есть В пятером Но тут От дивного давно забытого запаха Хисарского плова Из молодых голосистых петушков Он на мгновение дремон Сладко закрыл ветхие глаза Когда открыл их Никого не было в кибитке Только открытая дверь Еще тревожно качалась Плескалась И там У реки Вновь дымчато встал Пенно-розовый куст Первый цветущего Талого миндаля Аллах Уйля Ты жалеешь меня Твоего талого Миндального Муравья Миндз Об bron waist В пятером Миндз 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дорогая моя, вы-то не должны испытывать подобного недоверия. Я раскрою вам истину вашего происхождения. Вы из бессмертных. Ведь оно бессмертие вовсе не должно отвечать нашим примитивным представлениям о вечной жительстве и бесконечном существовании. Подлинное бессмертие предполагает прежде всего достижение некого совершенства и уж потом, в силу этого совершенства, сохранение себя в последующей жизни, это совершенство свободно проявлялось в недостижимых линиях, которыми прорисовано ваше лицо. Оно стало для меня подобным тем слепящим видением, которые вдруг возникнут перед нами прямо в воздухе или из пучины морской. Навсегда лишают нас ясного разума. Я сумасшедший, конечно, но я сошел с ума из-за вас. Факт просто замечательный. Вовсе не это меня угнетает, превращая каждый миг моего существования в постылое страдание. Я корчусь, корчусь, словно под пыткой. Ибо, 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 ибо не менее позорных мук, наносимых палачами, может терзать человека стыд. Мне стыдно, стыдно, мне стыдно, моя несравненная, что перед вами я, хвостатый оборотень. Нас много, нас много. Несчислимые наши скопления кишат между подлинными людьми и зверями. Мы, оборотни-призраки из иных миров, где были всего лишь навсего животными. Там мы подохли, вот по черному туннелю смерти, вываливались сюда, вселились в детей человеческих и приспособили процветание на благо себе. Я хотела бы постричься в монахине. Да я и постриглась бы. Да нет, уже монастырей. Как часто меня сладко-сладко клонит ко сну полного отвержения жизни. Уснуть бы, уснуть бы, потому что ничего мне не надо. Мама учила спать, положив руки поверх одеяла. Она внимательно, с плохо скрытой подозрительностью во взгляде, опытными глазами взрослой следила за мной, прививала мне самые здоровые привычки. Но если бы она знала, бедняжья, что встает перед моим внутренним взором в то время, когда я чистенько вымыто лежу в постели, смиренно сложив руки на груди. Покров стайны был нечаянно сорванный с того времени. Все, чему учила меня мама, ревнительница чистоты и порядочности, возымело обратное действие. Сообразно тем видениям, которым была полна моя смутная душа, я должна была стать ранней распутницей. Но я жила в допропорядочной обстановке чинной семьи. Много читала, рисовала, слушала музыку. Распутница из меня не получилась. Я стала старой девой. Моя красота, привлекавшая инстинкты, стольких юношей, осталась для них твердыней неприступной. Мудрец одинок, потому что он говорит с Богом, с вечностью, а не с людьми. А безнадежно, кротко, алчит беседы с человеками. И печально ему. Пророк одинок, потому что он говорит с народом, а не с отдельными людьми. А безнадежно, алчит признание, ответа, отклика человеков. И печально ему. Если мудрость русская протекает лишь в церквях да монастырях, вдали от власти, вдали от Кремля. И если кротость и смиренность пред врагами привела к нынешним дням, когда смиренно усопших более чем новорожденных в народе русском исходящим, то зачем тогда оружие? Зачем тогда меч есть на земле? Если все можно разрешить долготерпением и долгосмирением в одни сатаны. Отойди от меня, сатан. Мама, мама, я вижу в твоих выцветших, когда-то в зеленых глазах тоску и недоумение, как у старой коровы, которая не понимает, почему ее телка-дочь не хочет стоять рядом и мирно перетирать жвачку, а несется куда-то на стену, выставив рожки да задрав хвост. Да, похоже, я хочу пробить лбом стену. И когда я проскочу сквозь дыру, то там за стеной окажется иное пастбище, чем здесь. Я не смогла стать художницей, хотя с детства любила рисовать, писать красками. Но научилась понимать, что гениальные художники были похожи на меня тем, что им хотелось прорваться сквозь тюремную стену гнусной обыденности к жизни иной, запредельной, таинственной. И они находили такой тайный лаз, у каждого был свой. Я никогда не помышляла, живя среди обыкновенных смертных, что встречу среди них того, того отмеченного, которому Господь укажет тайный ход сквозь каменную стену. В нынешней разоренной Москве, столице, разоренной кровоточивой русской империи, Дервиш, на какой-то темной адовой улице встретил русского тихого безымянного старца. Не пьян тот был, а мудр. Старец бережно обнял Дервиша, а потом стал класть ему древнерусские долгие поясные поклоны и креститься, креститься повинно, жалостливо. Прости, прости нас, русских, грешных нас, восточный человек. Прости нас, русских. Но Дервиш сказал, повсюду, повсюду по разрушенной стране русских кротких, тихих людей гонят, унижают, травят, убивают. А сколько добра русские люди сотворили иным народам. И вот теперь за их обильные добродеяния гонят их те, кого воздвигали и лелеяли они, а ты, старик, говоришь, прости нас, русских. За что? За что? За что? Иной народ давно бы поднял праведный верозащитный меч. Но старик все кланялся и крестился и шептал. Прости нас, русских, восточный человек. Прости, прости нас, русских. И Дервиш безнадежно задумчиво пошел прочь от старца. Но когда оглядывался, то видел печально, что старец на пустынной, звероватой, вечереющей улице все кланялся, кланялся ему во след покорно. Прости нас, русских. И Дервиша озарила. Вот она, бездонная любовная глубина православного колодезя. Вот она, любовь без дна и без конца. Любовь, превосходящая зло и смерть. Вот она, глубь православия. Аллилуйя. Асана, 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 прости нас, русских. Безвинно гонимых. Прости. Я ничего этого не помню. И даже смутного облика матушки не возникает в моей памяти, как я не напрягаю ее. Но зато совершенно отчетливо вспоминается мне, как по стволу дерева спустился рыжий зверь с пушистым хвостом. Перебежал на простертую надо мной ветку и замер. Сверху внимательно разглядывая меня. И в глазах белочки, а это была несомненная белка, которая в силу моей собственной малости показалась громадной, светились такое любопытство, дружелюбие, веселье и бодрость, что я рассмеялся и протянул к ней руку. Дальше память вновь обволакивается туманом, в котором навсегда скрыта для меня подлинная история моего спасения. И все же неизменное чувство, что рыженькая белка каким-то образом оказалась главной спасительницей моей жизни, осталось во мне навсегда. Вполне возможно, что подобная уверенность происходит от мгновенного доверия, которое возникло с самым первым импульсом младенческой души, когда я лежал на земле рядом с мертвой матерью и протягивал руку к зверьку, чьи глаза были полны ясности и веселья. Как бы там ни было, но всегда при попытках вообразить безвестную матушку я вижу сбегающую по дереву белку, и она спешит ко мне, чтобы напитать первый миг моего существования надежду и веселье мира. Трамвая долго не было, и мы стояли под мелким холодным дождем, подняв воротники своих парусиновых плащей. Я чувствовала, что над нашей дружбой, начавшейся так хорошо, занесена какая-то невидимая враждебная рука. Но я не способен был еще постичь, что произошло. И если бы не белка, то до конца моих дней я бы так и не понял. И забыл бы об этом странном вечере на мокрой окраине Москвы. Холодный огонь ярких фонарей с бесполезной мощью разгорался над пустынной улицей, возле светильников, похожих на металлические опрокинутые писсуары, клубились облака из дождевых капель. Трамвай подходил весь мокрый, облитый жидкими огнями бликов, с треском бросая голубые искры во влажную высь городских небес. Митя молча пожал мне руку и вспрыгнул на ступеньку совершенно пустого вагона. Усевшись на место возле кассового ящика, он прильнул к забрызганному крупными каплями стеклу и смотрел на меня, пока не отошел трамвай. Во взгляде моего товарища, уносимого в полумглу бесконечных московских улиц, было тоже тоскливое чувство понимания, что и у меня в душе. Мы знали, неведомая сила развела нас. Великий странник Хаджана Среддин износил много сапогов-черохов за долгие бездонные странствия свои. Но более всего он любил бродить босым по весенней талой земле. Ведь мудрец говорит, что вся земля — это храм, это мечеть, а в мечети правоверные снимают обувь. И вот Хаджана Среддин чаще всего бродил босым по необъятной земле, как по святой мечети. Да, а я... Я часто шел по следам великого острослова в надежде увидеть его, но все время на всех дорогах я набредал, натыкался лишь на изношенные, брошенные сапоги-черохи его. Да, увы, увы. Вместо мудрости мне доставались лишь поношенные сапоги-мудреца. Ах, я... Да. Говорят, что когда Хаджана Среддин устал от земной пыли и суеты и ушел на звездные пути, на звездные пути, дороги, в космос, то и здесь по млечным дорогам, тропам он чаще всего бродил босым, а черохи швырял в необъятный космос, и они летели по всему мирозданию. И вот то, что люди называют падающими звездами, есть лишь летящие и огненно-ослепительные горящие сапоги великого Хаджина Среддина. А? Мудрецы земного мира, а? А есть ли мудрость на земле? А? Или только брошенные сапоги-черохи великого мудреца Хаджина Среддина? Мудреца Хаджина Среддина Олымда герген айтылып, Ушыл кырғыздың гымбататылып, Бекезе оған заманда, Гериндеп кеткен чачылып, Бағына кырғыз элімден, Баатырыман астулып, Баштарын кошкан чакырып, Авасы бақай-қош өйді, Алдына жүрген башкылыр. Субтитры создавал DimaTorzok 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 в свой арсенал премиальные лучше писателей страны и писателей двух поколений потому что у нас номинация и хочется здесь увидеть и услышать разных авторов потому что это на мой взгляд просто писали что произошло здесь соединение литературы и театра мне кажется это такая большая удача нас обязывает это продолжение дальше спасибо если кто-то хочет еще сказать да я передаю что произошло чудо новорожденные чудо это конечно тимур мой друг он присутствовал здесь рядом с наташей своей женою я могу сейчас сказать именно от него и от меня вы знаете новое новая ипостась новое существование художественное произведение вот это это и есть то самое чудо сейчас это произошло на моих глазах настолько явно настолько убедительно и здесь я вам скажу что прекрасные актрисы что исполнили что исполнили векарова и меня мое произведение они породили свое искусство они воспользовались нашим искусством но вдохновение их породило их собственное искусство сколько много было импровизации которые тут же вот возникало по мере действия я поздравляю прежде всего тех кто поставил это театральное действие у вас сегодня родилось что-то такое очень значительное и большое я вам от всей души желаю чтобы это продолжилось потому что дело такой мощи дело такой энергии и такой какой-то красоты невероятные оно не может вот так вот родившись не жить дальше желаю вам от всей души теперь по сути я сегодня благодаря вот этим актрисам я снова слушал моего друга Тимура Зарфикарова его волшебные совершенно притчи философские я слышал его поэзию я был снова зачарован вот как всегда когда я сам читал первую значит книгу его потом я слышал в его исполнении его поэмы и стихи я всегда был очарован до глубины души вот сегодня я услышал что-то другое я думаю что Тимур присутствовал и все это тоже слышал я хочу сказать что этот спектакль называется поединок или как там да вот да я полностью признаю что витал над всеми нами победоносный Тимур Зуфихаров вот он был он был мудр он был прекрасен он всегда вещал о чем-то бессмертном о чем-то самым мудром о чем-то самым красивом человеке вот и здесь он явил вот именно все торжество вот это вот человеческой мудрости и красоты красоты многогранности бытия тут и грешная красота тут и красота гесарского плова тут красота этих самых грешная красота святая красота все что угодно Тимур конечно он великий волшебник он дервиш он мудрец вот он мой замечательный брат так вот мне же принадлежит то что я ближе к человеческой грусти человеческой печали то есть я ближе к каждому из тех которые может быть и не знают мудрости в этой жизни тех которые не видят вот такого вот божественного действия жизни и остаются наедине с самим собой и в этом понимаете одиночестве печаль его велика бездонна и я ближе к этой печали чем искрометный Тимур Зульфикаров вот пожалуйста это и Тимура мое и Тимура вам судить кто в этом поединке да 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 спасибо спасибо дорогие друзья и если у нас будет а я верю что у нас будет продолжение и не только вот в формате литература и театр и в других форматах я всех друзей премии ясная поляна и электротеатра Станиславского приглашаю а где режиссер давайте давайте еще раз пригласим пригласим актрис и похлопаем и пожалуйста спасибо 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 вам спасибо вам спасибо вам спасибо вам большое спасибо 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 Спасибо. Спасибо.